Доброе утро! Три победы, ноль поражений. Оранж, две победы, ноль поражений. Скайс, которых мы сейчас посмотрим. 1-1 Ферст Депарчер, которые как раз таки огорчили в скайп. 1-1 Зефир, 1-1 РРКЮ, 1-1 Минески, которые сейчас будут играть со Скайс. И в прошлом матче переиграли Зефиров. 1-1 МВП Феникс, 1-2 Митрас, 0-2. И XCTN пока смотрятся в этом турнире явными аутсайдерами. И идут 0-2. Сейчас начнется четвертый тур. Не знаю, можем ли мы показать список матчей четвертого этого самого тура. Кто сейчас играет, конечно же, можем. Мы можем все. На первом канале Скайс Минески, на втором Митрас против Зефир. На третьем РРКЮ против Оранж. И на четвертом лидеры Эрро будут играть против Ферст Депарчер. Ферст Депарчер уже успели огорчить одну команду. Собственно, Скайс... Огорчать ли они Эрро? Ко мне на эту игру присоединился Дима. Здравствуй, Оск. Как твое настроение? Да, привет, отлично. Я сегодня посмотрел уже феноменальные матчи буквально. Ты мне скажи, почему тебе так понравилось Скайс в первой игре? Потому что они использовали действительно потрясающую агрессивную стратегию. И сильный early game, и mid game, и late game. И, мягко говоря, в первой игре я не видел слабости вообще вот именно по стратегиям. Но где-то потом они... Ну, чтобы ты понимал, во второй игре они взяли первым пиком Брюмастера, вторым пиком Луну, а третьим пиком Найкса. Да. Мне уже интересно, что они взяли четвертым и пятым пика, значит. А дальше там был Коттл и еще какая-то хрень, но суть не в том. Они отправили Найкса в легкую, и 90% игры Найкс проводил внутри Брюмастера, и, собственно, закончилось это абсолютно ничем. Как бы... Давайте смотреть, что сейчас делают Скайс против Минески. Мы с вами на первом стриме буквально только что закончилась игра Минески против Зефир. Зефиры, которые там вот такие вот любимчики западной публики, такие вот всех там пугали очень сильно, что мы вот тут всех победим. Но Зефиры против Минески скрутились. И скрутились, в принципе, без особых вариантов и без особых шансов. Так что вот мне аж прям интересно, как сейчас они будут играть против Скайс. Против очень злых Скайс. Скайс на этом турнире являются главными фаворитами. Их главными фаворитами назвали все, включая меня. И они во втором туре проиграли у второго места своей страны. То есть не топ-1 Сингапура, а там какие-то Форс Депарчер, которые всю жизнь на втором месте. Их переиграли. То есть это очень неприятная такая штукенция. И это как бы, я не знаю, Альянс проиграли у каких-то мономаньяк на каком-то турнире в Швеции, да, на Дримхаке. Но посмотрим. Вот он, Меракль, который будет играть на Морфе и нам показывает, что трижды он в этом году играл на этом Чудо-герое. И трижды побеждал. И при этом я отмечу, что игра, которую мы комментировали, где они играли, по-моему, против Минески, или... Не-не-не, они играли против этих... Да, против Митраст. Они... он сыграл действительно потрясающе на этом Морфе. То есть там было вообще в сладбе с каких-либо шансов. Ну вот, вот, дали. Да, ну вот они теперь решили убрать героев, которые были райт-кликерами. Это Луна и Найкс, потому что, если мы так подумаем, да, то эти два героя, они кроме райт-клика, не делают в Доте ничего. И берут, они... Да, один еще из них может залезть внутрь. Ну, ты кого? И тогда будет один герой в двоих. И вообще ничего кликать не надо, ты понимаешь? Так что такое. И теперь они набирают героев от боевых. То есть сейчас они пикуют именно то, чем они побеждали до этого. То есть это Elder Teton Brewmaster Apparat. Это просто потрясающий рассказ на ранней стадии, при этом сильный лэдгейм. И в добавлении ко всему есть Морф, который тебе и может постоять на Лене, и замес, и танковать. То есть мобильный герой. Я думаю, Миракл нашел для себя очередного кэрри вместо Наги, который может все. Ну, если получается, почему бы и нет, как бы. Да, то есть тут надо продолжать. У Минески пик вообще, пик оригинальность. То есть такого таких пиков мы на самом деле не видели давно. Точнее, видели совсем недавно на американских отборочных, где была вот эта вот комбинация тренд протектора Shadow Demon. Ну и Кентавр, конечно. Наконец-то хоть кто-то до Shadow Demon начал добирать героев. Да, под комбинацией сейчас у нас, у Минески пока все, ну, легковато. То есть нету какого-либо прокаста, нету вообще никаких еюков. Есть тренд, который держит на месте, и нужно всех убить. А убивать вообще нечем, то есть это только вивер с руки может быть. Вот бремастера убивать нечем, морфа, в принципе, Кентавр, если на ранних, ну, блин. То есть, если брать общий пик, то сейчас в Минески нужен герой, который, во-первых, может и контролить вот всех этих товарищей, тонких, как аппарат, так и морфинга, то есть хотя бы напрягать. И, во-вторых, замес прокаст, то есть который сможет все убивать. Скай и СГ убрали тинкера, возможно, понимают, что в потенциальном лейтгейме он может делать и то, и другое. Ну и вот NSF. Минески поняли, что контроль вообще им не нужен, потому что они, ну, мягко говоря, все равно... Ну, подожди, они что, решили сейчас перерайткликать просто врага или что? Просто перерайтгеймить, да, потому что, если мы его видим, то все, что им нужно, это выигрывать замес, потому что под замес у них есть фактически все. Морфа так и так не остановить этими героями, уж слишком много у него хитпоинтов, да и нет никаких либо станов, поэтому пока все более-менее, то есть, но я отдаю свое предпочтение в пользу Скайз, потому что теперь морфлинг вообще не уязвим, он может сплитпушить все, что угодно, где угодно и когда угодно. Ну и плюс у него есть при атаке Супер Аура Элдер Титана, и у него есть Брюмастер, который всегда поможет. Да, и при этом у них еще есть огромный Эрли Гейм, то есть начальный замес у них просто феноменальный. И вот они забирают последнего саппорта, это Рубик, который будет помогать инициировать и задних рядов накручивать, и пик шикарный, вот это, конечно, не луна. Нет, Скайз хороший пик, действительно, ну хотя, если честно, не, ну Элдер Титан, он тоже неплох, ну вот если говорить о Элдер Титане, вот последние матчи, которые мы увидели, сегодня даже в Америке в гранд-финале там был Элдер Титан, пикнут в абсолютно бесполезнейшей ситуации, где он ничего не делал, и игра-то закончилась со счетом 9-1 в пользу команды Ликвид, там его взяли, North American Regrets, но вот здесь, походу, есть какой-то план с этим Элдер Титаном, есть план на игру начальную и так далее, у нас, кстати, будет Rehost, что-то не так пошло я в чате, почитаю, что не так, пишет, что Pink So High, Pink So High, окей, обкуренный Pink. Мы тут недавно видели комбинацию, которую взяли у нас корейцы, она была просто потрясающая, это Нага, Элдер Титан, Двинхед Дрэгон, там, Дизраптор, знаешь, такой, типа, сон, кладем три ульта, все убиваем, но по итогу оказалось, что ни один нюк не был кинут именно, знаешь, вот одновременно, то есть идет там драка, сначала-то ХД кидает свой нюк, такой, смотрит на нее, говорит Элдер Титан, не, подожди, не так, не так, сейчас я покажу, как надо кидать. Вот, да, он кидает по отдельности, и в итоге вот так вот они и играли, и их просто за 20 минут без шансов укатали, Arrow Gaming, то есть, Arrow сейчас показывает потрясающе, вот именно. Ну, Arrow, да, Arrow очень хороши, они уже три матча выиграли, и действительно, мне нравится, как идет у них пока игра, ну, посмотрим. Так, хост есть у нас? Нет, я пока не вижу хоста, мы дождемся, он показывает ДДЗ, товарища, которого я отметил в первой игре, не знаю, когда вы, как вы видели, на ком он играл, у нас он играл на инвокере, и выдавал он там просто невероятные вещи на этом инвокере, за Arrow, я имею в виду, вот он, хост появился. Тут надо быстро прыгать, потому что корейские, вот эти, начиная, азиатские создаватели игры, они просто моментально, только увидели 10 игроков, все, стартуем моментально, вообще никого не ожидаем. Понимаешь, что деньги... Время – деньги, да. Время – деньги. Тогда прыгай к нам. А у тебя тут нет, я в другой, видимо, игре. Да, ты не в той игре. Сейчас, надо успеть. Там, где хост, вот так вот, тут ты прав. Когда-то прав. В любом случае, я сейчас параллельно тут тоже себя включил, Arrow Gaming будут играть против ребят из First Departure, не знаю, как у них там пойдет, я думаю, что пойдет более-менее интересно, потому что First Departure пока удивили очень сильно против Skys, так что... Ну и разочаровали против Zephyr. Кстати, они сейчас там с XCTN доиграли вообще игру свою или нет? Не, они еще не доиграли First Departure против XCTN, так что там катка еще идет, я думал, там уже игра закончилась, кажется, нет, они еще играют First Departure XCTN, то есть это еще игра третьего тура, вот у Versus на стриме какие-то проблемы у них, у него, ну, это не у него проблемы, это проблемы у команд, которые у него на стриме попадаются, они все играют, блин, по 55 минут, и еще и между играми очень долго думают. Так что, если вы хотите последить за тем, кто такие First Departure, вы можете переключиться на наш третий стрим, там, собственно, Рэн сейчас комментирует окончание игры First Departure против ребят, которые пока идут на последнем месте. Вот они, FD, вспоминаем мы их, вспоминаем товарища КС, вы посмотрите на его лицо, какой милашка. А на инвокере-то каких люлей-то раздал? Милашка это. Да, StarLadder 3 вам напомню еще раз, если вы вдруг забыли канал, на котором работает у нас во время квалификаций Арена, и пользуйтесь всем, чем можно, для того, чтобы смотреть все наши трансляции, multitwitch.tv, как всегда, там вот разные такие вот приспособления, конечно же, юзайте, для того, чтобы быть в курсе всего, что происходит. 28 Best of Fun матчей мы сегодня с вами откомментируем. Вот снизу вот здесь сейчас полетела бегущая строка, на которой написаны адреса всех наших стримов. Обязательно добавляйте в закладки, обязательно подписывайтесь на наши твиттеры. Твиттеры собачка V1LAT, собачка Light of Heaven X, собачка Versuta, нижнее подчеркивание, собачка Adequat TV, ну и собачка God Hunt, собственно, это те, кто на данный момент работает. На Каспера не подписывайтесь, он спать ушел, что на него подписываться, будить его среди ночи, правильно? Что, ехала. Смотрим, четвертый тур, Минески, Skies, Филиппины против Сингапура, Азия. Азия пока радует, вот скажу честно, Азия пока мне вот первых три тура, может это какое-то такое, не очень полное впечатление, но пока мне Азия нравится больше, чем Америка. Да, я согласен, потому что в Азии все, первое, что мы видим, это не команды играют не какими-то одними стратегиями, весь турнир групповой стадии, потом выходят и думают, о май гад, что нам делать, нам забанили там пару героев. Дерево забанил, все. Да, и по итогу мы видим просто огромное количество стратегий, что интересно, как и анализировать, и смотреть, да и вообще. Дотка 5 на 5, она куда веселее? Ну, для этого это и есть. Дотка 5 на 5, это не вечная ЗВЗ, когда одна стратегия и 28 раз ты его подряд смотришь, как они играют на этом, на чем. Ну, у нас тут пакет лосс, я буду надеяться, что это ненадолго. Параллельно матчи, все-таки, вот я там смотрю, это последний матч третьего тура, там First Departure таки выигрывает вот у этих пацанов и XCTN. Все-таки, наверное, XCTN будут у нас самыми последними, скорее всего. Да, и у нас еще один будет Рехос, все-таки на сингапурском сервере стартует игра. Тут очень долго выбирали сервер, какой надо, какой не надо и на Сингапуре, собственно, будет начат этот матч буквально с минуты на минуту. Я вам сразу напомню, что на нашем стриме здесь, после игры Sky Smineski нас еще ждет три матча. Мы это как раз сейчас на середине игрового дня. После этого мы с вами посмотрим, как MVP Phoenix будут, наши любимцы MVP Phoenix будут пытаться переиграть Orange. Пожелаем в этом удачи. Дальше у нас будет матч аутсайдера, потому что ребята из Execration, боже, не могу название этой команды выговаривать, Execration сыграют с Meet Trust, ну а потом Orange против Zephyr. Вот огромное спасибо нашим режиссерам, которые быстрее, чем я читаю, вбивают титры. Так что два матча Orange мы еще сегодня с вами посмотрим, посмотрим Zephyr, посмотрим опять-таки Meet Trust против вот этих XCTN, ну и вот на этом будем заканчивать первый игровой день в Азии. Ну и не забывайте, не забывайте, что сегодня поздно вечером мы с вами посмотрим матч между командами, между двумя чудесными командами NAR и Liquid. Там счет 2-2, там вот, вот они 2-2, если бы у нас была возможность, мы бы вам показали пики, как сегодня все в Твиттере прикалываются, там North American Regents пикнули Draw Ranger и сейчас у них 17 часов для того, чтобы подумать, зачем они это сделали и попытаться с ними выиграть. Так что будет весело, пики у нас там есть, вы в стриме можете посмотреть в записи на Твиче, что, собственно, они там напикали вечером в 20-20, 23 по Киеву в 12 ночи по Москве будет переигровка, ну, не переигровка, а доигровка этого матча, комментировать будет это дело Каспер и Витя Гатхан, так что не пропустите, сегодня определится 12 участник International. Ну, а мы в конце концов загрузились и я надеюсь, сейчас уже не будет разговора по поводу Пинга или по поводу какого-то там сервера, потому что, наверное, пора бы уже начинать Доту. Как бы наше время не безгранично, мы хотим смотреть матчи, а не сидеть здесь и ждать, пока все загрузятся, я думаю, так намного веселее. Вальва у нас умеет преподнести сюрпризы, то есть. Да, да, вот сегодня мне ночью преподнесли офигенный сюрприз, я, мы тут с Каспером два часа сидели и просто кайфовали, прям без игры. Вели радиотрансляцию. Да, вели. Чем заняться? Не, ну у нас тут, если кто не видел ночной эфир, обязательно зайдите на Twitch, мы это на YouTube выкладывать не будем, если вы субскрайбер, конечно, на Twitch сможете это посмотреть, в записи, у нас тут хвост был, у нас тут были собаки в офисе, мы их вам показывали, у нас тут была движуха, дискотеки, все дела, у нас тут было довольно весело, сегодня ночью, всю ночь, так что обязательно смотрите, ну а вообще по эфиру скажу, что у нас уже, я не знаю, сколько там сейчас у нас времени, уже 11 утра в Киеве, эфир у нас начался в 7 часов вечера, точнее в 6.30, то есть по сути у нас уже 12 плюс 5, уже 17 с половиной часов идет трансляция, 18-й час пошел и еще 4 игры впереди, так что все нормально, пока держусь, думаю до конца доживем, а там уже дальше посмотрим, как пойдет, ну и Минески у нас просят, Минески у нас просят время не для того, чтобы растартануть игру, а для того, чтобы перезагрузить роутер, и сейчас они попытаются перезагрузить роутер и будут надеяться, что им это поможет, я пинги проверю, что же им так не нравится, ну вот у нас пинг 430, мы не жалуемся, 168 пинг у Минески, ну да, сингапурский сервер действительно выглядит немножко несправедливо, потому что Меракл 70, 70 пинг, Хана 77, Чибик 78, Полосон 67, Фридом 90, а тут 180, 196, ну, такое, как бы, ну кто же им виноват, то, что такой у них пинг на Сингапур, да, нужно даже отметить, что у нас азиатский, азиатский отбор, это наверное самый чувствительный район к пингу, потому что все живут очень далеко, хрен знает где, и по итогу найти вот нейтральный хост, это огромный выбор для, ну, огромная задача для организаторов, вот именно этого региона, и тут у нас, я чувствую, все будут бороться, и придумывать любые способы, как бы попасть вот на хост, где удобнее тебе играть. Ну, я точные правила не помню, я где-то там читал, там, по-моему, правило, что дефолтным хостом является сингапурский, и, и, типа, если только две команды согласны играть на каком-то другом, то они играют на каком-то другом, а я там даже не знаю, есть ли там какой-то другой, кроме Сингапура, то есть, ну, там не совсем ясно, опять-таки, действительно, ты прав, там ситуация с интернетом, сколько лет-то уже прошло, и все равно она там такая довольно стремная, то есть Китай ни с кем играть не может, корейцам тоже, у корейцев просто шикарный интернет, но там, коннект на Америку у них крутой, а коннект на Сингапур у них печальный, и, ну, там довольно тяжело, как бы, правильно понять, действительно, на каком сервере стоит им шпилить. Ну, сингапурцам проще всего, у них пинг 60, они сидят, у них там, маленький, маленький городишко, и все рядом, сервера рядом, пинг отличный, вал в этом их натыкали, и, как бы, вот, поэтому, у Скайс еще одно преимущество по сравнению с другими командами, хотя, собственно, Arrow, которые малайзийцы, Малайзия и Сингапур, если кто географию не знает, это страны, которые соседние, Сингапур это маленькая страна, которую Малайзия, в принципе, окружает, так что там, очень близко, и понятное дело, что они на одном острове находятся, большом, и там коннект тоже должен быть очень хороший, ну, а вот филиппинцам, которые находятся далеко-далеко, в море туда, в Тихий океан, тайландцам, которые туда, ближе к Азии находятся, им уже, ну, я имею в виду, там, Митраст, им уже не так легко, тем же корейцам, которые тоже находятся далеко на север, от Сингапура, ну, там, там не так хорошо. Да, лучше всего у нас подготовились китайцы, которые вместо, ну, учитывая китайский интернет, потому что, наверное, это одна из главных причин, по которой вообще так мало онлайн-турниров, они решили всех привезти на LAN, и не будет никаких проблем с этими отборами, то есть. Да, у нас будет видеокартинка, ну, я тебе скажу, будут проблемы с этими отборами, я даже знаю, какие, потому что то расписание, которое работает на все регионы, на Китай работать не будет, потому что командам нужно будет пересаживаться, и это очень важно, как бы они не смогут посадить все 10 команд одновременно на LAN, ну, в принципе, может и смогут, ну, если кто не понял, китайская квалификация будет проходить на LAN полностью, и, ну, я не совсем понимаю, как это будет выглядеть, если они там сделают, как на интернешнале, то есть снимут каких-то 10 комнат в отеле, и каждого, каждую команду посадят по комнате, да, ну, тогда будет прикольно, а если у нас будет какая-то там, не знаю, какая-то зона, где командам надо будет пересаживаться, там, одни сыграли, встали, вторые сели, то я думаю, что у нас вот час 20 на игру будет явно мало, и у нас будут бешеные задержки, ну, и, ну, тут бы я добавил такой момент, что для того, чтобы провести эти отборы быстро, то там просто есть два момента, первое, у нас китайцы будут зарабатывать на интернешнале, снимут телевидение, зрители, расписание, все дела, и тогда, да, у нас, может быть, там годная игра будет идти и по 2 часа, вспоминай, я ВДЦ, где у нас там, помнишь, мы сидели и ждали, очень долго, а вероятность, номер второй, это как вот было ЕСУЦ 2010 года, где нас завезли, вот такая комнатка большая, туда поставили миллион, ну, много столов, на каждый стол по линейке компов, все, ты сел, играешь, и там одновременно играло там, где-то по, наверное, 20 команд, играло там 8 команд в Доту, 8 в КС и еще куча-куча-куча народу, ну, то есть, если это так, да, то это очень круто. Я считаю, ну, для Лана это, наверное, самое удобное, если ты, у тебя цель не заработать, чтобы там игроки играли на сцене, и там огромное количество игрителей. если не ориентировано на трансляцию турнир, то есть, да, например, StarLadder, это полностью финалы, это полностью ориентированный на трансляцию турнир, то есть, все матчи на сцене, и так далее, и так далее, и так далее, ну, что покрывать несколько матчей параллельно, это очень тяжело, и если не ориентированный, вот тут на таких отборах, да, ты абсолютно прав, что надо действительно снимать какое-то помещение здоровенное, ну, идеально, как это делают, конечно, Valve на интернешнале, когда вот отель, и вот там конференц, румность, и свой офис, да, и поехали. Ну, я думаю, китайцы разберутся с китайцами, мы начинаем общаться, сегодня у нас какой день недели? Пятница. Пятница, то есть, подряд мы с ними будем общаться на тему того, кто поедет в Сиэтл, и в какой ипостаси. Ехала, SkySport в Минеске, мы начинаем, наконец-то, игру смотреть, и я очень надеюсь, что игра будет интересная, покажите, пожалуйста, нам уже игру, а то тут матч уже начался, а никто нам не показывает, вот, наконец-то. Ну, и призовой фонд, за ночь поднялся еще, мы только-только в средине ночи радовались, что 5 миллионов долларов, уже 5 миллионов и 111 тысяч 800. Фантастика. Если оно в день по полляма будет расти, это вообще, это как? Как раз тут призовые, да, раньше мы играли за 200 долларов. да, на человека максимум. И это нужно было играть, там месяц, все дела, а сейчас у тебя буквально шанс, и все твои призовые растут в зависимости от твоего коммунити. То есть, чем больше людей нас смотрят, тем больше людей нас поддерживают, покупают компедиумы и все остальное, то тем больше мы друг для друга делаем. Вот. Да, но такая взаимосвязанная структура. Да, Valve нам показывает вообще блестящий бизнес-подход, как нужно вот именно грамотно вместе работать, для того, чтобы мы достигали сверху. Ну, и при этом они зарабатывают просто феноменальные деньги на это. Ну, про них я вообще даже не говорил, да, что там уже картинки с этим Гейб Ньювеллом, как он там зарабатывает. Плавает, как с Кружмак Даг, да, и так далее. Ну, это такое. Это их дело, чужие деньги считать это нехорошо, они молодцы, и в любом случае мы им должны сказать спасибо за то, что они дают возможность развиваться комьюнити и не стоять ему на месте. Ну, что же, Миди у нас SF против Брюмастера, опять Брюмастер у Скайс Миди, вот в проигранной игре против Ферс Депарчер, там тоже был Брюмастер Миди, но там он был против Винвокера. Ну, и смотри, Миди, проблемы, SF, и будет ли еще один Клэя? Будет, но не через, не скоро. Ну, тут хаста, там Ферс Блад сделали на топе, Меракла убили, лол. Как? Что? Дерево, семечко, и в очередной раз оно не прощает противника. Посмотри, у нас два сапога купил себе, и Шаду Демон, и Тренд Протектор, это прям такая супер агрессивная ганг комбинация, и теперь они будут, ну, есть страх и разрушение. И еще заметить, что сапог у Кентавра так же, и тут опять-таки кого-то спрятали, бежит сюда Кентавр, что вообще здесь делал этот Аппарейшн? Аппарейшн сейчас будет очень больно, он, естественно, никуда не убежит, гонится Кентавр, дает ему Double H. Энж там может отдаться, не, не может. Забирают у нас этого, и я думаю, можно дальше побежать за Рубиком, но нет, Рубик у нас так же сапогом, и все не так-то просто, по итогу. Да и в итоге надо гоняться за теми, кто без сапогов, и все будет хорошо. Да, Морфлик у нас тем временем стоит на легкой, и он понимает, что вообще какая-то подстава, потому что не успел он прийти на легкий лайм, первая минута, а уже счет 2-0 в пользу противника, и он уже в таверне побывал, кстати. Да, и у них три героя с сапогом, и он понимает, что даже если он сделает свой вейв, и будет убегать со своим 285 МС, он его догонит и запинает. Да, не очень весело, опять-таки Мераклю здесь, но вот бежит, бежит к нему его опарейшн, который очень помогает, поможет, если будет нападать. А тут Икс Фридом контролит вот на рубике. Фридом, смок от, опять-таки, от двух пацанов с сапогами, забегают, видят Фридома, прячут, сейчас будет семечка, Койл, и до свидания. Очередной фраг, Брюмастер, за СФом до конца будут драться, СФом выхиливает дерево, здесь еще Койл, ну это просто какое-то изнасилование в начале матча. Это просто потрясающий роминг от двух суппортов, потому что сейчас они делают львиную долю работы и делают минуса по всей карте. Минус сверху, минус центре, они продолжают давить на уязвимый Скай и ЗФ, все-таки, лайнап у них очень уязвимый, драться они, ну, в лоб в лоб не могут, вот это вот очень пассивная трепла, да, у нас морфлинг, рубик и аппарат, любой войдет в рейндж дезраптор, и он, считай, сразу умер, то есть, и при этом никак нельзя харасить, то есть, фактически, сейчас у нас Минески полностью контролируют эту игру, потому что вивер снизу, снизу он стоит тоже очень хорошо, ну, поскольку рейнджовый, Элдер Титана. Да, ну, и сейчас вот побежал с дезрапшина, опять-таки, этот же Shadow Demon вниз, и есть мнение, что тут можно недосчитаться Элдер Титана сейчас. Да, у него стоит вард, это плюс, то есть, он тут сразу не погибнет, а если там будет смок от дерева? У него стоит вард, но он стоит очень далеко, не видит Элдер Титана, тут простор, но вот пока он не подходит, он не подходит, и, в общем-то, я заявлю авторитетно, что Shadow Demon здесь не особо нужен, потому что Элдер Титана у нас без щитка, маны у него сейчас не так много, и фактически вивер стоял 1 на 1 против него хорошо, то есть, от того, что пришел Shadow Demon, сейчас будет фраг, ну, вот он, фраг пошел. Да, вот один, а вот двоем, вот это уже немножко другое, да, тут дерево с семечком, Смотри, пошел, пошел, пошел. Но это если будет 5-0, это будет настолько обескураживающий старт для Скайз, что ого-го. А Элдер Титан, ты посмотри, все боятся, то есть, они видят, что Кентавр сверху стоит осторожно, что он никуда не букует, и Элдер Титан ждет, пока где-то произойдет выход. В центре панда абсолютно беззащитна, и да, это сигнал, что выход, выход на Элдер Титана выходит у нашего Демона, дает соло китчер, подходит дерево, семечка, и начинает пинать. Начинает пинать травим, очень больно у нас Элдер Титану, и минус 5-0. Это уже очень весело. И вот это идеальная действительно игра от двух саппортов. Это модификация страты PPD, только теперь у нас не соло дерево бегает с сапогом, уничтожая всю карту, а теперь у нас два саппорта, и при этом три самостоятельных героя тут за место в руне. Так, Кентавр сейчас убьет этого аппарейшна, нет, не убил. А СФ его убьет, а теперь бей панду, панды нет ульта, отлично, Тимека Гоус СФ тут. Ну и ладно, отпустили панду, так уже быть. Шэдоу Демон возвращается. Тут смотри, куда идет СФ, шел почти под самую вышку, но все хорошо. Сейчас огромные проблемы у панды. Панда стоит на центре, у нее нет регена, она очень долго обузит боттл, но он ей особо не помогает, она не может подойти к крипам, даже их зафармить. И СФ, мало того, что добивая всех крипов, прописывает панде в табло по 500 урона. И три левела, не чуть ли, а действительно три левела проигрывает. И Минески еще и пишет, что их лагает. Ничего себе, какие они жесткие, да? Офигеть. 6-0, и их действительно лагает. Что же с ними сейчас будет, когда они разлагают? Да, когда он сейчас зарыбутнет комп, этот чувак на дереве, которого, собственно, лагает. Я вообще не представляю, как больно после этого будет. Сейчас они разъединятся, и пойдут каждый там делать минусы в свою часть карты. Да. Ну, мы видим, что до игроков Минески сейчас вышли из игры. Вот рефери ответил, ок, чувак пишет, мне надо перезагрузить комп, и мы рефери. Уже перезагружает, рефери пишет, ок, разрешаю. Ну, и вот теперь у меня вопрос. Ты видел вообще Минески раньше, кто это такие, и откуда они? Потому что... Ну, как? То есть, я двух типов этих знаю очень хорошо. Это Джей и Джесси Вош. Вот, которые Джей, который играет на SF, и Джесси Вош, который играет на Кентаври. Этих пацанов я знаю, они еще в прошлом году играли за Минески, они в позапрошлом году играли за Минески, и они на первом интернешнале играли за Минески, эти два пацана. Минески были на первом Инде, и, если не ошибаюсь, они у вас вообще в группе были? У нас в группе? Нет, они были. Или Митраст у вас был в группе? Нет, у нас в группе не было ни того, ни второго, у нас в группе... Ну, с Митраст вы играли или не играли? Нет, с Митраст играл у нас М5, они играли против Иисуса, и Иисус их не простил. Вот, 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 да, это Минески были на первом Инде, вот этих двух пацанов я еще оттуда помню, но Минески там с группы не вышли, собственно, в топ-8 не вошли, на второй, на третьей они отбирались, и там и там не отобрались, хотя и там и там они были более-менее близки и так далее, но им чуть-чуть не хватило. то есть, они постоянно бодаются вот в азиатских турнирах, ничего особого не показывают, они у себя там на родине довольно много ланов проходит на филиппинских этих островах, и там они показывают результаты, а вот что-то там поболее, ну, не получается. Да, тут у нас как бы уже сколько там, 5 миллионов долларов, что-то призовые растут, иди сюда, и надо как бы поиграть нормально. Пора показывать результаты. Но опять-таки, Минески проиграли, Оранж, ты же комментировал игру эту, да? но там просто я видел феноменальную игру от суппортов Минески, которые даже не могли пулить крипов, то есть, у нас был аппарат, который, наверное, трижды пытался запулить крипов на легкой, чтобы обычный пул, который, наверное, делает каждый игрок, и в итоге он выпуливал по одному крипу, в результате чего у нас в Рейс Кинг был 20-го левел, нет, был 6-го левел на 20-й минуте, аппарат то же самое, и Оранж пошли их и через Райклик убили. А там с Нагой была, нет, там не с Нагой была игра, или с Нагой? Нет, там была игра с Нагой, но Наги не хватило. А, я понял. Увы, я, да. Ну, увы, конечно же, для Минески, а у Оранжей, конечно же, все окей закончилось. Посматриваю я дальше таки одним глазом на игру третьего тура, которая до сих пор не закончилась, там уже какая-то бешеная минута идет, и там по-прежнему Форс Депарчер бодается против XCTN на третьем канале. Смотрите трансляцию этого матча, если хотите. На втором канале сейчас идет трансляция матча Zephyr против MidTrust, Vity God Hunt эту игру комментирует, и на четвертом канале Оранж играет против команды RRQ. Эту игру комментирует прямо сейчас адекватно. На четвертом канале еще раз напомню. Ну и лучше всего ее зайти мультитвич ТВ, где все четыре канала на одной странице можно смотреть. Ну и у нас что-то очень долго эта игра идет, и еще толком ничего не произошло. Ничего себе, толком ничего не произошло. 6-0 счет. Ну хотя по деньгам 2,5 тысячи, по XP тысяча, но суть-то не в том. Суть в том, как суппорты здесь выносят врага. Не дают панду, загнобили просто в усмерть, она вообще никакая. И там шестой левел не возьмет. Ну возьмет, конечно, но у SF будет уже, наверное, девятый. Ну и снизу там плохо Элдер Титана. Ну только Мераклю вот далее-далее немножечко сейчас разыграться на морфе после вот этого Форсблада. Дальше мы видим, что 28 на 10 у него Крипстат. Да, и теперь все, что необходимо сделать для Минески, это в первую очередь запаковать вивера и оставить его одного, потому что, конечно, гангать Элдер Титана это хорошо, но сверху у нас морф. И морфа пока по игре остановить вообще нечем. То есть, если он получит свой критический фарм, то убивать его будет нереально такими героями. И нужно, нужно карать. Ну а вивер у него 1500, то есть там ПТ-шка, Ринг оф Хелл, что угодно, Элдер Титан реально устрянет, потому что как ни крути, но без щитка ты реально вата. То есть, тебя очень легко харасить. Ну да, и сбивать. Это, да, это факт. Так, внутриконектнулся уже у нас один игрок. Минески. Мы ждем второго игрока Минески. Так вот, по поводу, а, ну вот, пишет нам, что God Storm here, raining so hard, но в Филиппинах штормовая погода, сильнейший дождь, как у нас вчера вечером здесь в Киеве, валил дождь. Ну, там это неудивительно, собственно, постоянно там такая погода, вы сами понимаете, тропики, все дела, но будем надеяться, что не повлияет это очень сильно на качество коннекта ребят из Минески и вот смогут они продолжить вот эту вот хорошо начатую игру. Будет все хорошо. Так вот, по поводу Минески, я тут с Витей говорил, мы прошлый матч комментировали, он говорил тоже, что за Минески, кто такие, и я ему сказал, что Минески очень известны в мире Доты тем, что это была первая и на данный момент единственная команда, личность, либо сайт, который в Фейсбуке набрал 1 миллион лайков. Фейсбук, страничка Минески имеет более чем миллион подписчиков. Это невероятно популярная команда у себя в Филиппинах. А Филиппины это в Доте, это что-то такое, как Россия в Доте 1, да, СНГ в Доте 1. То есть там играют все абсолютно в Доту, тупо все, поголовно там. Вся страна играет в Доту, просто, что, ну, у них там нету толком серверов и нету возможности сейчас играть в Доту 2. Вся страна по-прежнему там играет в первую Доту, то есть у кого новейшие компы, те играют в Доту 2. Ну, страна не самая богатая, поэтому с компами там малеха проблема, так что они пока катают в первую Доту, но, понятное дело, все болеют за Минески в Доте 2. Я думаю, вы в Фейсбуке, если зайдете, если вбьете в поиск Минески, вы спокойненько найдете то, что, то, о чем я говорю. Вот, меня Мерокль тут спрашивает, ребят, играют ли они с Ланой, или они играют откуда-то, но и Минески говорят, что они играют еще из компьютерного клуба Слан Кафе. Ну, и будем надеяться, что, вот все, реконектнулось, дерево. Все, летс гоу, летс гоу, ехала. Окей, что делать с Мероклом? С Мероклом идти убивать его. Выходишь, прячешь, дашь семечку, и все этусы вы на него навалитесь и убиваете, потому что сейчас у нас саппорты приняли защитную позицию. Вопрос, зачем? Вы ходили, вы убивали, карали, чекали руны, и всю карту в страхе держали, но теперь вы вдвоем ушли на пулы и делаете то, что может делать фактически один саппорт. И сейчас они реально теряют... Теряют время. Теряют свою, да, свою мощь, ну, свой боевый потенциал, потому что вот эта панда на миде, она на изи, изи фраг, который выходит, дизрап, и нет панды. Да, пятый левел, шедофин седьмой, скоро будет вообще восьмой, ну, когда у панды будет левел шесть, уже будет не так просто, уже нужно будет какой-то кентавр со станом, уже семечки не хватит, и кайлов, вместе с дисрапшном, даже под сулкейчером, так что вот тут, тут, наверное, ты абсолютно прав, надо продолжать, вот шедэ куда-то побежал, и... Шедэ побежал так, вот он, трипл спаум для СФ, который у нас, помимо того, что фармит весь лайн, он еще фармит и два кемпа в лесу, то есть у него довольно-таки огромный крипстат, в то время как Морф у нас стоит на фрифарме, и он, ну, как бы ни с кем не сражается, имеет то же самое, то есть пока у нас Морф вырывается, кентавр в Родхейс, гонится за Рубиком, Рубику... Ну, это, наверное, погибель Рубика, дабл-эдж. Нужно что-то делать, подходит нас аппарат, Это, кстати, странно, СФ можно было бы отдать, как бы кентавру до даггера все равно очень далеко, а СФ бы сейчас фраг бы пригодился, стало бы там 1200 у него голды, он хочет выходить, наверное, в БКБ, думаю, вряд ли это будет сейчас мид. Хотя, при такой игре можно и мида спокойно СФ покупать, раз деньги есть, почему бы и нет. Да, можно и так, ну, тут другая вероятность, надо будет смотреть, какой будет их план, то есть идти нападать на ТВР, что пока не совсем лояльно, поскольку... Так, смотри кентавр. У нас охотится за аппаратом, аппарат что-то понимает, нет ультимейта у кентавра, просто даблэш и отходит. Один развлекает троих героев, то есть один троих, и это на самом деле замечательно. Ну, проблема в том, что фармит морф, конечно, но кентавру бы ему все равно не помешало. Да, один он ему не сделает ничего, тут у нас нападает на СФ, а пан раскладывается, бежит за СФ, начинает бить семечку, но семечка сразу падает, армушечка, и СФ умирает. Четыре героя пришли, чтобы забрать этого парня. Ну, наконец-то! Первый фраг команды Sky из Сингапур. Случилось только на восьмой минуте, и счет уже 7-1, тут крипа подняла панда, говорит, ладно, пусть полетает. Пусть покажу, что он умеет летать. Да, и вот смотри, вот здесь пришли наши саппорты, которые вот наконец понимают, что нужно делать дело, потому что снизу не было вообще никого, пулить один кэм вдвоем, это тоже не то, и у нас врыв. Вот он ШД, есть телепорт, сейчас будет семечка, ну и отлично, все делают, правда, ТП-аут успеет. Да, и на базе не погибнет даже. Да, успел полосон сделать ТП-аут, я думал, что это СФ летит, а не вивер. СФ, если бы прилетел, он бы двумя кайлами очень быстро добил бы этого брюмастера, но в итоге прилетел вивер, потерял кучу времени, ну а СФ никого не убил. И это печаль, беда. Да, с вами как Морфармит, ну ты смотри, там какие замесы у них с Кентавром, то есть один и второй имеют малое количество хитпоинтов, но Кентавру сейчас придется на базу домой убегать. Да. Дальше у нас тут начинается, начинается девардинг, то есть у нас Минески видели, что происходит, и это очень важно, потому что вот эти два саппорта, если Скайс и СГ не знают, где они, то ты идешь и щемишь, щемишь вообще, ну по всей карте. Только они, они опять уходят вниз, и опять они теряют время, как по мне, потому что Элдер Титан, он вообще стоит под Тавру, он не подходит, ему нафиг не надо, он кидает иллюзию и убивает крипов с Рынжа, в то время как Кентавр такого делать не может, и как мы увидим, Крипстат у него очень маленький, всего 9 крипов у нас убил Кентавр, при том, что у него был хороший старт. Ну зато он уже хорошо побегал, и у него есть два фрага и два ассиста. Да, но это заслуга вот этих вот пацанов, которые у нас выходят в центр, и они Пангу, у нее нет ульта, ну-ка прячет, у нас рядом подходит Рубик, Рубик может спасти, поднимает СФ, СФ откидывает Кентавр, ультимейт гонится за Пандой, но не могут его забрать, и нужно убегать. Ну, мог бы пытаться Шедоу Демон еще как-то позабрасывать Пайзоном, но у него первого левела, да, первого левела у него Шедоу Пайзон, поэтому не убили бы. Но опять-таки вовремя оказался Рубик рядом, но Панду отправляет опять куда-то куковать. У нее тапок и банка, все. Да, и при этом ей еще тяжело фармить против СФ, потому что СФ милишников рубит вообще на раз-два своими кайлами. Для него это просто сказка, тут Панда возвращается, дал оклап, забрала у Рубика фарм, который бы он мог получить, и теперь бежит обратно на базу. надо делиться. А не с Рубиком. Ах, ты смотри, там банку заобузил, как про. Классочку принес, и на самом деле все хорошо. Тут Кентавр гонится за аппаратом, аппарат у нас с сапогом, дает опять ему дабл эш, Кентавр на самом деле вообще красава, он извлекает из триплэйна максимум, развлекает всю команду, и если мы глянем на графики, то они по чуть-чуть, но растут, да, уже так по три тысячи. Да, уже три тысячи и две с половиной голды, и вот он Мидас у СФ появляется, и сейчас графики будут расти еще быстрее вверх, так как подниматься будут эти самые графики. Да, Вивер у нас здесь решил сделать фасленькин сферу, ну, если он сможет ее сделать быструю, то его будет не остановить, потому что единственный его инициатор это Рубик, который может доцепить, а на всех остальных можно будет положить. Ну, АСФ, как ты и говорил, он покупает Мидас, понимая, что пушить, ну, вообще нереально, этими героями, потому что тут вообще нечем пушить, бьет, наверное, только один СФ с руки и сильная защита, и надо себя одевать. Да, поэтому мы видим, забежал он в лес, заформил трипл спаун, заязал Мидас на Кентавра, 10-й левел, уже 500 голды сверх Мидаса, есть у него также рейсбенд, ну, и тут товарищ Джей начинает серьезно так разгоняться, ну, а Кентавр по-прежнему продолжает веселиться, там, транхилл тапки, прессовать, он не дает запулить, это очень важно, то есть у нас в итоге аппарат бегает без экспы, четвертый левел на 11-й минуте, а это очень жестко для аппарата, которому нужен фаст левел 6, да, это просто провал, и сейчас аппарата еще раз убьют, потому что Вивер уже здесь, Кентавр сейчас просто побежит за Тавр, полетел с форм, ох, как хорошо развели, ой, какой развод от Миракла у нас, и это на самом деле браво, как хорошо развели, да, и Кентавр без маны, Миракль выходит, начинает бить его, нужно подойти аппарату, но подорать не успевает, аппарат не успевает, и отойти, ну, сейчас Кентавр должен быть злой такой, это вот, это вот вы меня надурили, значит, вот так вот, да, и, кстати, вот я прошу заметить то, что, ой, тут Ви осторожничает, я прошу заметить то, что очень тяжело распознать вот этот фейк, потому что ты видишь имя, не как вот этот имя, по-моему, от Морфа, не как имя, да, от Морфа, как имя вот там герой, ну да, 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 ты, то есть вот в Доте 1 такого не было, то есть как будто это настоящий герой, действительно, а в Доте 1 такого не было, в Доте 1 всегда было видно, что четко Морф, это на самом деле очень крутая фишечка, если у тебя будет... Не, ну это правильнее, как бы. я согласен, иначе бы толку было бы от этого репликета. Пряс спрятали у нас Брюмастера, Морф забирает Тавер, Брюмастер жив, Вивер, ну и мы видим, Тавер отдали, Тавер отдали Скайз, ребятки из Минески, и это все у нас первая вышка для сингапурцев, ну правда, сами Минески еще вообще ни одно не забрали, в 12-й минуте у нас все Тавера стоят. Да, я скажу, что на самом деле для Скайзэй эта стратегия будет последующей, вот в ближайшие где-то 15 минут, потому что, как мы увидим, Минески дефить вообще нечем, единственное, что у них есть, это Кентавр с Брюмстаггером, который может залететь и дать прокаст, и все, будет у нас драка с тычками, то есть будут у нас люди тычковаться, а под Элдор Титаном и под Эншент Аппаратом тычки у Скайзэй будут раза в два, наверное, или в три, поэтому тут нужно Минески срочно БКБ, чтобы вот именно... Ну, БКБ будет у СФ, а вот надо ему еще немножко, конечно, пофармить, 2000 голды еще надо. Кентавра, кстати, даггера до сих пор нету. Да, потому что только БКБ способно остановить вот эту движуху с пандой, которая ему будет просто контролить одного допейсера нон-стоп, на котором, скорее всего, будет Вивер. Вивер, кстати, выбил себе айтем билд, который сейчас не самый эффективный, потому что он как бы фармит, да, у него 0-0-1, вот он фармит и... Ну и вынесет линку, и у него останется 0-0-1. Да, то есть вот с тем же Бомидасом или, не знаю, с каким-нибудь дэмэдж айтем он бы фармил и лайн, и при этом, скорее всего, Лиса быстрее бы пушил ТВРА, в итоге он такой, знаешь, пассивный слегка, и в итоге вот он сейчас идет на Миракла, но Миракла его просто вот добивает своих крипов, добивает чужих крипов. Ну, вообще не обращает внимание на наличие этого Вивера, у Вивера, в принципе, дэмэджа не так уж и много, ну, вот Вивер как Вивер пока. Десятый левел, правда, взял. Да, выход на центр, выходит у нас на шаду Финда, ультимейт Элдра Титана, блестяще плачет у нас шаду Демон, и деревца, деревца ловит корни всех панд, убивают одну, убивают вторую, нужно бежать зеленый, ну, я думаю, она убежит, да. Убегает у нас панда, и на развороте, ты посмотри, выходит Клаб, подходит Миракла. Ой, ей сейчас убьют, наверное, СФ, ай, да, СФ убили, он развалился, и, в принципе, без потерь. Да, очень хорошо развели, то есть панда, на самом деле, показал, что она мужик так на развороте прыгать. Да, неплохо, неплохо. Ну, и снизу, далеко отсюда был Кентавер, вот сейчас он хочет зафармить свой даггер, вот, надо ему сейчас даггер купить быстренько. А панда с дабл дэмоджем может его, ну, в этом деле остановить. Нет, решил он не рисковать, и пойти дальше Кентавер поосаждать. И одна копейка, вот он даггер, Кентавер с даггером. Поздно, очень поздно, 15 минута, ужасно поздно. Вивер видит Марфа, уходит отсюда дальше, товарищ СФ на базе сидит и думает, короче, мне опять души набивать. Да, мне опять это БКБ добивать, и теперь нужно, ну, все-таки я считаю, что его нужно подождать, потому что без него сражаться нереально. Тут у нас, тем временем, снизу Кентавер забрал иншент аппарата, вот он, блинк даггер, первый блинк даггер, который сразу реализован. И нужно двигаться дальше. Ты оставляешь одного вивера, где угодно, когда угодно, пусть он бегает там, фармит, сплитпушит, потому что его забрать нереально, и... Ну, Слинкой тем более будет нереально, который у него появится через минуту. Поставить защитные ворды и фармить вообще весь свой лес, потому что в лоб пробить сейчас нереально с Кайзе. Слишком высокий прокаст у них там. А чего стоит одна панда, которая фактически в соло забирает СФ, а не говоря уже... Да, но мы видели в прошлой драке. Да. Причем она еще параллельно кого-то может цепануть. От остальных товарищей. Ну, идет у нас теперь взаимный такой фарм. СФ подходит на центр, собирается бить Тауэр. Какая иллюзия жесткая. Минус 6 армора. Бажки-то минус 7. У нас панда. Сейчас дабл демажа. Врывается на СФ, начинает пинать СФ, вырывается Кентавр. Станет панду. Панде очень больно. У панды нет ультимейта. Панду СФ раскастовывается. Панду забирают. И все. Ну, вот опять-таки, Кентавр. Кентавр красавчик. Вот второй раз, после того, как появился у него даггер, второй раз он где-то на карте появляется, и второй раз это заканчивается фрагом в пользу Минески. И он продолжает дальше. Ну, куда он сейчас прыгнул? Там же был Вивер. Что-то странное. Какой-то блинк был. И что-то бегает, пытается искать. Но проблема в том, что там линия пушится, и Морф пропушит довольно серьезно. У Марфа, кстати, тоже есть линка, есть ПТ, есть базилка, и 500 голды. Ну, вот мы видим, что у Вивера тоже есть линка, но у Вивера немножечко не хватает денег, чтобы Марфа догнать. На ПТ, я скажу. Так он отстает. Так оно и есть. На полторы тысячи голды на целую ПТ-шку Вивер отстает. ПТ-шка, это как бы немало. Да, ПТ-шка, я бы сказал, даже это много, потому что 1500 голды, и при этом она бустит вас очень сильно. Морф у нас вот с ПТ-шкой Вивер без, и Морф его спокойно с руки прогоняет, потому что это дает ему огромные статы. У нас идет выход на низ, то есть у них есть контроль, ну, есть Рубика, Рубика нужно пускать вперед, у нас видит Вивер с линкой, и тут нужно сделать все очень четко. Я смотрю, бьет Тауэр, это уже на самом деле Палево, когда вот так вот Морф бьет Тауэр, и вот стоит вся комп-бригада, и по-моему, можно просто этот Тауэр отдавать, потому что... Вот есть 1 ТП, первая Непалевна, да, вот я думаю, они будут драться, если прилетел СФ, точно будут драться. Отлично заныкалась Панда, ты посмотри, как заныкалась Панда, ее не видно ни справа, ни слева, то есть вот хорошая нычка, и у нас продолжает дальше Тауэр создать. Уже идет иллюзия по Виверу, Виверу очень больно, Панда выходит на Тауэр, у Панда есть ультимейт, Вивера урвается у нас на Рубик, СФ прожимает БКБ на равном месте, но не на равном месте, он повелся опять-таки на репликейт, сейчас отходит Скайс, дождутся, пока закончится 10-секундная БКБ, и вот тогда пообщаемся. И вот оно, БКБ заканчивается, не будет его 70 секунд, перепуганный товарищ Джей, притом Панда просто стояла, точнее ее репликейт, он думал, что она что, сейчас за 4 секунды все сделает, он бы успел нажать БКБ, пока бы она уходила в ультимейт, но... Ну и на самом деле я бы сказал, что нападать в лоб, в лоб, именно Скайз тяжело именно в лоб, потому что преимущество в Минеске все-таки высокое, 5000 голды и 5000 экспы, то есть, и как бы ты не лидируешь, да, по Тауэрам, там, еще ты попробуй, что сотвори, и вот этот вивер, если по Тауэрам драться, то он не будет Даста, не будет, ну не будет Центрея, и он может натворить хороших делов. По итогу, СФ у нас уходит, понимая, что он свою задачу сделал, напугал противника и ушел там дальше наверх, ну а Скайз готовит плацдарм для врыва, пока теряет время. Да, ну вот мы видим, что пытались, пытались они что-то придумать, но тут что-то попрыгали, попрыгали, в итоге Морф с Брюмастером уходит, снизу остается трое, ну, в это время СФ на топе фармит. Кентавр вырывается у нас на аппарат, надает прокаст и убегает. Посмотри, какой он жесткий, он реально творит вообще экшн. Ой-ой-ой-ой, какой же бивер, идиот! Да, вот это он погнался за аппаратом. Куда ж ты бежишь? Да, да, вот это вот, конечно, вот так вот фраги отдавать, это фейл полнейший. Да, СФ тавер на топе забрал. СФ забрал на топе тавер, но все-таки он может дефить низ. Аппарата у нас все еще нет, а тут у нас панда бегает в инвизии, крадется охотник. Вот так же Миркл начинает давить. Очень хорошая позиция для СГСГ, можно просто всех убивать. Кентавр ставим минус, нападает на Шаду Демона, Шаду Демон сразу падает, и теперь дальше бегут Мишки, Мишки искать Машеньку. Машеньки, увы, нет, но есть только Кентавр, в итоге Кентавр тоже убежал. Бои Мишки и Кентавр, да. Да, в итоге два фрага, все равно заработали здесь Скайс, и они не получили никакого здесь вообще отпора, но вот сейчас прибегает Вивер, и тут уже подбежал СФ, цепляет Меракля, Мераклю довольно больно, у Меракля, кстати, нету репликейта, у него действительно нету репликейта, Кентавр, Дабл Эдж, сбивает Линку, и вот он дерево ультимейт, Меракль перекачался, но тут его не отпустят уже. Врывается панда. Хотя, ой, какой ультопорышный отличный, цепляет даже Кентавра, должен погибать. Кентавру один удар, да, Кентавр тоже минус. И это у него получится. В итоге 3 в 3. 3 в 3. Вот то, что мы с тобой говорили, да, под Тавр лезть, ну, не стоит под Тавр лезть, потому что... Ну, это слишком пока нагло, и слишком рано, скажем так. Да, в таких условиях, потому что можно и просесть. Ну, и у нас игра, на самом деле, дальше идет в пользу Минески, потому что сейчас они получают очередный Тавр, они убили Марфа, который, ну, очень долго они его убивали, вот прошу заметить, до одного Марфа сколько пинать. А если он сейчас купит себе Гостав, то... У него уже есть Гостав. Да, то есть это будет, ну, вообще нереально. И по итогу нужно дальше забирать свои слоты. Нужен SF 6 слотов, вивер 6 слотов, кентавр с какой-то Тараской, и обязательно нужен Хекс. Вот отсутствие... У нас альтоаппарат какой-то залетел. В мид, в дерево. Отсутствие Хекса для команды Минески, это очень плохо, потому что репликейт можно сделать как из 6-ти слотового SF, как из кого угодно, и этот один репликейт будет там пол твоей команды месить. Но Хекс здесь собирать просто некому. Вот, и вот это, на самом деле, вот именно огромный плюс для Skyz, потому что репликейт, он делает очень много, особенно в 6-ти слотовых героях. Ну что, я параллельно посматриваю дальше за матчем на третьем нашем стриме, там по-прежнему идет третий тур, там уже пошла 68-ая минута матча. Это больше, чем, наверное, все три матча, которые я откоммитил до этого, вместе взятые. Ну и там First Deparcher против XCTN играет очень серьезно. Ну и там казалось в какой-то момент, что First Deparcher уже выиграла, но не тут-то было. Да, они... И там все 7-и слотовые, Rubik Hex там покупает, вижу. Там, знаешь, такое ощущение, что они на развитие там играют. Ну да. Такое у нас бывает. 40 минут не нападаем, да, как в казахах. Да, там, где-то товаривались. Посмотри, какие Скайза дерзкие. Несмотря на то, что у нас у Минески преимущество по деньгам, по голоде, они все равно идут дальше давить, понимая, что в этом сила их пика. Подходит на центр, начинает пинать Тавр, и этот Тавр надо забирать, потому что вы проделали огромное количество времени, а у нас Тренд Протектор. Да, и тут уже пятером на сейве. Да, и в итоге у нас как бы ребята сейчас поймут, что если уж идти на Тавр, то на Верочку, чтобы его добивать. По итогу они пушат. У нас тут Морфлик начинает воевировать, стоит Панда, стоит Рубик. Вот это быки, слушай. Вот это вот, ребята, мне нравится. Ну вот нормальные быки, все правильно, все честно. Вот это не выдумывать что-то. Да, СФ у нас, кстати... Опа! Будет туда ульт? Нет, не будет слишком далеко. Ну, заставил очень хорошо. Вот у нас СФ, кстати, понимает, что делать, и он первым делом, вот смотри, уже пакуется, он сразу покупает Иглсон, понимая, что основной дэмэдж у него будет, учитывая, что у него Блэкинг Бар, это Мишки и Морф с руки. Да. И с бабочкой он реально будет, ну, навешивать в ответ очень сильно. Ну, с бабочкой он еще заставит пацанов думать про МКБ, которые взять, и им будет там тяжеловато. Да, параллельный матч закончился. XCTN выигрывает у First Departure, у тех самых First Departure, которые выиграли у Skies. Отличные квалификации, да, у нас все выигрывают, у всех месят на 100. Просто дурдом. Пока только Arrow у всех выигрывают, а остальные что-то друг друга месят до безобразности весело. Ну, я скажу, что Arrow там лютый, там зомби бегают, то есть представь себе, причем реально на уровне все исполняют качественно, ребята. Тем временем у нас Skies. Skies сейчас поймут одну вещь, что пробить в лоб нельзя, потому что у Минески огромное преимущество и нужно начинать бегать 4 плюс 1. Есть Morphing, которого нигде не убить, ему нужно бегать и дальше себя до критической массы давать. Тут у нас вивер нападает на Morphing, начинает с ним драться, что-то он стоит на месте и ничего не делает, юзает ультимейт, ну и Morphing на самом деле довольно-таки больно. Ух, и еще одна новость прилетает с нашего второго стрима. За 30 минут в салатище MidTrust выигрывает у Zephyr. Да, Zephyr, увы. Да, Zephyr, увы. Вот на этом мы закончим, наверное, предложение, что дальше, в принципе, рассказывать, наверное, нечего. Ну и вот, смотри, SkyZ, продолжитель понимает, что SkyZ в лоб побить нельзя и начинает отжираться. Теперь уже они дефят Tower, понимая, что Минески очень сильные и ждут, ну, не знаю, ну, ждут своих артефактов на Morphe. Ну, а Morphe он пока отрабатывает, пушит вверх постоянно, тут у них веселуха. Ну, видишь, Morphe, он, конечно, пушит, он отрабатывает, но по NetWars'у он проигрывает на 6 тысяч у SF'а. Да, учитывая Очень много. Учитывая, какой у нас у SF'а был стат, я уверен, что ну, SF'а и дальше будет фармить, потому что SF'а у нас фармит все, что рядом вообще, все, что находится. Он фармит вот эту линию вот этих хеншинтов, вот этих, этих хеншинтов, а Morphe приходится бегать на другие линии, на дальние, на верх, на низ, и в итоге он очень много времени теряет, пока двигается. Да, ну, то есть, как бы SF действительно фармит все, Viver фармит те кусочки, которые остались. Тут пришел Витя, который, наверное, доволен тем, что откомментировал чудесный матч в исполнении Зефиров. И SF'чик. SF'чик, ну, вот, на месте Минески, наверное, я бы сейчас пошел, попытался что-то придумать, чтобы было бы неплохо сейчас подраться. И еще намного сильнее, в разы сильнее. Вообще, да, я согласен. Тут, в первую очередь, я бы пошел драться, и главное, это прийти на открытую территорию, где нет узкого прохода. То есть, там, пойти вот в этот лес, да, рассадить верхний Тауэр, потому что тут можно зайти сбоку, можно там варды поставить, ну, платформу для себя. Потому что, реально, они сейчас уже, ну, очень сильные. Вот с этим Black King Bar'ом SF'а. Ну, а Морс, а Морс, мягко говоря, слабоват, да, у него только вот линка, и пока госкептер. Ну, на дэмэдж у него абсолютно ничего нету, и, ну... И они идут, они идут, но они идут, если, правда, не наверх, они идут по низу. Тут, конечно, позиция послабже. Стана Кентавра, это очень-очень больно. Ну, и Т2 Тауэр, смотри, как СФ, в соло. Тауэр не бьет, а СФ Тауэр бьет. СФ послушал тебя и здесь сделал дело, которое надо. Пойди купи Дэмэнэдж. Не идут, а пойди купи Дэмэнэдж. Да, Дэмэнэдж, МКБшка в Сатане. Ну, или в МКБ, да. Ну, МКБ, потому что пива все-таки много. Ну, да. Всякие миссы, и ты за все будешь убивать с руки, плюс, ну, против Морфа в Летте это тоже будет вариант. А потом Сатаник. Да, то есть он Морфу сразу как бы объяснить, что, дружище, ты не будешь покупать Бетерфляй, он и так не будет покупать Бетерфляй, потому что он купил Телриал Блейд, Морф, и уже Телриал Блейд у него есть, так что будем ждать сейчас выстрелы с Шотгана. Да, но я бы на самом деле на месте его я бы покупал у нас Телриал Блейд, потому что, точнее Бетерфляй, потому что, таки, Вивер и СФ его изнасилуют с руки, как ни крути. Очень много демоджа тут у нас бегает иллюзия. Посмотри, как много армора она делает. Минус уже 11 армора, даже, наверное, там больше, где-то минус, да, минус 14 армора делает у нас иллюзия, Элдер Титан, и с каждым разом этот разрыв будет все увеличиваться и увеличиваться. Да. Так, ну что, Минески, Минески продолжают давить линии. Панда, Панда идет вообще, братан, что ты делаешь, остановить безумие. Опять в лицо просто. Ну именно, бежит на Вивера, то есть на Вивера с линкой, увы, ну это не то. И в итоге, Минески понимает, возможно, что вот на центре очень тяжело, тут все-таки как ни крути узкий проход, а сверху вот-вот стоит сладенькая, беззащитненькая вышка, и Вивер идет уже ее колупать, ну а Минески идут свои леса забирать. СТСФ. Ну им спешить, опять-таки, некуда, они чувствуют, что они сильнее, они ведут уже 12 тысяч, 9 с половиной тысяч голды. Да, они еще понимают то, что два героя фармят быстрее, чем один герой, потому что у них огромный ДПС, и продолжают забирать. То время, как у Скайзе, только один морф способен огромное количество дэмэджа, ну, крипов забирать. Тут в этот момент ты понимаешь, что нужен Кэрри Элдер Титан, потому что один морф, как ни крути, он явно не вывезет всю свою команду. Нужно помогать. Абсолютно согласен. Нужно помогать своему другу и тоже начинать, вот он начинает крипов. Ну что у Элдер Титана, ну что, ничего у него даже и толком не будет. Ну, в принципе, от него надо левел. Да, в общем, потенциал там БКБ, Кираса, Тараска, МКБшечка, ты собрал иллюзии, 250 дэмэджа и пошел бить с руки СФа. То есть, ну, вот это на лейтгейм. Элдер Титан, и вперед идея. Да, ну и 13-6 по-прежнему счет. Довольно давно у нас не было никакого экшена, вот разве что здесь, когда убивали Тауэр и забирали Брюмастера. Ну, и мы видим, что купил уже первый молоток Вивера, на второй молоток деньги тоже есть. То есть, через тысячу голды появится уже Дезолятор. И, может быть, стоит действительно задуматься сейчас про Рошана и про то, чтобы... Быстро забрать его. Да, 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 и потом уже с Вивером заканчивать игру. Что пока не будет удолготить. Ну, или, в принципе, команда сейчас ждет, пока у Вивера появится Дезолятор, они его будут, ну, Рошана будут очень быстро забирать. Минус Армор от СФ, это минус 6, минус еще Армор Дезолятора, по-моему. А, и СФ тоже покупает линку. Вот так вот. а вот это вот уже интересно. Это уже вот филиппинская тема, когда... Две линки. В прошлом матче у них тоже были две линки. Когда Кэри любит быть под защитой. Но, тут бы я сказал, что, ну, не самый лучший именно артефакт, вот, по такой игре. Уж лучше так возьмите, взять и какой-то Скади. Оно хотя бы дает тестоты и замедляет. Ну да, здесь ничего не дает ему линка. Ну, как бы, опять-таки, даже... У Скай Зе, фактически, ну, АОЕ прокаст, то есть, его будут пинать, там, Элдер Титан, Панды, Иллюзиями и так далее. Ну, и эту линку будет очень легко сбивать. Поэтому, здесь уже надо смотреть. Может быть, он ее повисит на кого-то. Например, на... Например, на кого. Да, который будет врываться, да, с Дабл Эджа и так далее. Да, и впитывает. Ну, и что интересно у нас, то, что Скай Зе пошли забирать Рошана. У нас Панда в соло хотела одолеть Рошана, но, увы, у нее не пошло. Немножко слабовато. Мохлинг вообще забил, говорит, безумец, ты что? А ну, остановись. You are not prepared. И дальше, дальше разводят. Начинается у нас макро... макро-гейм. Да, начинается у нас не самая интересная часть игры, скажем так, чтобы вообще никому не обидеть. Но вот он смоук, и вот она попытка. Вот она попытка от Минески что-то придумать. В этот момент ты думаешь, знаешь, Рошан, пожалуйста, пойди куда-нибудь там и пойди кого-то. Дай кому-то три баша, да, и все. Вивер на топ и продолжает сплитпушить. Виверу остается 100 голды, да. Ты смотри, они... Уже есть дезолятор. Они все поняли, это наши филиппинские ребята. Пока Вивер раздел всю команду наверх и думали, что Скай Зе, что идут наверх забирать верхний Тауэр, а не хитрецы-то, а? Пошли забрали Рошану. Ну, теперь просто идти и в лоб пробивать. Да. Ну, вот есть Аэгис, есть две линки, есть БКБ, есть Баттерфляй, есть дезолятор, абсолютно все, что надо есть у Дерева 11-й левел и так далее, у Кентавра есть 11-й левел, Мека, ну, вот есть все. Тут прям действительно надо тупо идти забирать Т2 на топе или в миде и заходить на хайграунд. Потому что можно так и дотянуться. Ну, в принципе, это будет маловероятно 12 тысяч, 10 тысяч, но преимущество не растет уже такими очень быстрыми темпами, как оно росло раньше. Да. И мы понимаем, что 12 тысяч на 50-й минуте это уже будет не преимущество. Да, ну, естественно, Аэгис, потому что Морфлинг у нас постепенно выходит в того товарища, который способен конкурировать с Виром, то есть у него уже 4 тысячи, и теперь у нас Вир не сможет этого Морфлинга гонять и напрягать очень высокий перевес. Теперь у нас Морфлинг спокойно подходит к Тауру, и единственный, кто способен его догнать, СФ, но у СФа нет тревелов, и он будет не готов своей команде помогать. Вот интересный ТП сделал у нас кто-то. Это Морфлинг как раз-таки прилетел, там дрался с СФом, прилетел на топ. И Скайзе прогоняют у нас Минески со своей половины карты, то есть теперь у нас... Я не понимаю, почему Минески настолько сильно боятся. Вот в прошлом матче у них та же была ситуация, они, имея преимущество, нереально сильно боялись что-либо предпринять. То есть, ну сейчас они действительно не делают ничего. Они бегают по линиям, защищаются от сплит-пуша, сами ничего не пушат, товара не забирают, они просто ходят по карте и пытаются, не знаю, что-то придумывать. Ждут 6-слотового Морфа, с которым потом будет воевать. А он уже 6-слотовый. Тут у нас СФ идет по центру. О, смотри, как он Тауэр валит. Вот Тауэр, Тауэр, да. Все нормально, Тауэр падает. Отошел, клинка есть, Тренд протектор есть, все это залечится, но Морф тем временем забрал снизу Тауэра. Ты посмотри, сколько у Морфа, у Морфа уже 3000 сверху, это будет, походу, у нас в Каде. Да, может он в Каде собрать, но может и попытаться как-то выкрутиться и может быть действительно придумать что-то там, не знаю, даже не знаю, что он-то еще придумал. Ну, Монда еще может быть как вариант, но чтобы для того, чтобы выходить из корней Тренд протектора, то есть это тоже неплохо. Тоже вариант. Ну, редко ловят, даже если ловят, все равно продолжают драться, так что, наверное, с Каде здесь будет под предпочтительной. Ну, хотя намного дороже, и надо еще денег где-то насобирать. Да, ну, статус дает, и оно шикарное. Замедление очень четкое тут у нас. Да, для Морфа это, конечно, будет просто бласт здесь. И Морф приблизился, там было 6000 разрыва, сейчас вот осталось 4100 голды разрыва между ним и СФом. Ну, и дальше на расстоянии еще 4000 находится Вивер, и дальше на расстоянии еще 4000 находится Брюмастер. Вот такой расклад. У СФ уже огромные проблемы, потому что он 6 слотов, у него есть Аегис, у него 3500, и если он хочет что-то купить, то ему нужно что-то продать. Да, нужно выкидывать Мидас, но после того, как он выкинет Мидас, у него все равно уже скоро будут деньги на новый слот, и, ну, Аегис, как бы, придется просто, чтобы он пропал. Ну, сейчас ничего они не делают с Аегисом. Когда у тебя есть Аегис, и надо идти и с ним что-то делать. Размен, да, заставить противника на тебя двигать. Тут у нас только Вивер у нас что-то делает, он старается развести всего оппонента. Кстати, Морф ему очень больно по лицу набьет, и Вивер у нас уходит. В центре, ну, в центре такая движуха Пепси, и, как бы, смешно не звучало, но уже Минески приняли защитную позицию, учитывая, что они лидируют. Да, они ведут 15 тысяч, и, действительно, стоят в дефенсе, формят Энчинтов, выбирают позиции для того, чтобы правильно защититься от суперагрессивных Скайс, которые проигрывают им 12 тысяч голды. Иллюзия, иллюзия нашла героев, то есть, Долдер Титан сразу что-то увидел, прилетает от него иллюзия, нападает, нападает у нас Морфинг, начинает убивать Шаду Демон, сразу палит, и Морфинг уходит. Вот так вот. Браво, браво. Побежал Вивер, у него украли Сокучи. Дерево, ультует, цепанули здесь конечно только, ну вот мы видим вся такая себе, а Морф уже в миде забирает Т1 Тавр. Все, Скайс начинает разводить. Вот он Меракл на Морфе, который получает свое преимущество и реально творит дело. Залетает под Тавр один в четверых, забирает одного героя и улетает. И, кстати, о цене, он все-таки купил Монтур для того, чтобы выходить из корней. То есть, ну, здесь все-таки достойный артефакт для него. Да, но мы сейчас увидели, что действительно из корней не надо выходить. Вот, например, Монта пригодилась. Да, вот он дальше пушит Тавр. Ты посмотри, какой он вообще дерзкий. Он подходит просто по трех героев и продолжает дальше агрессировать и вообще... А, чем ему париться. Да, вообще респект для этого пацана, который играет настолько агрессивно и составляет у нас движуху. Да, ну а здесь 35-ая минута матча уже закончилась. СФ мы видим. Покупает Скади, продал Мидас. Ну, и я бы сказал, что на самом деле это провал. Ты покупаешь Селинку, который дает тебе только 15 статов. И, помимо этого, ты еще покупаешь себе его в Скади, который тебе дает только 25 ловкости. То есть, у него в сумме, если посмотреть, очень много денег. Я даже сейчас посчитаю. Ну, а ты имеешь в виду, надо было на Сатаник сразу копить? Я считаю, что нужно хоть какую-то демож купить, потому что он купил себе два артефакта, а не суммарно. Суммарно дают ему демоджи, как, допустим, купишь, ты, не знаю, какой-то Иглсонг. Ну, только они стоят там 12 тысяч. И в итоге демоджи у СФа сейчас мало, нежели это могло быть. Помнишь ситуацию с Интернешнл, да, где у нас Ханни с Кади на СФ собрал? Да, 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 я не знал. Он бил антимага, а как бы демоджи нет. То есть, единственное, есть мана, ну, а зачем она тебе нужна, когда у тебя уже сверху 1600 маны? То есть, у нас СФ кастер. Ну, 1680, действительно, он может стоять кастовать, только зачем ему это делать? Тавар упал. И пойдут ли сейчас минески? Ну, они им снизу сейчас спушат Т2, и это уже факт, лети, не лети. Надо улынить прямо сейчас, потому что вот этот пик, пик, когда ты должен выиграть, ты должен зайти и реально снести всю базу. Тут у нас готовы и нету при этом у нас Морфлинга. Морфлинг находится очень далеко, репликейт, у него вообще нет. Элдор Титан отлично защищает базу и тут врывается Морф. Так, идет иллюзия, врывается панда, раскладывается, СФ ультует, начинает у нас убегать от СФа. одну панда убил очень быстро, сейчас вторую пытается убить, вторую тоже убил. Да, и развели на БКБ. Ну, и ультимейт панды, оперейшн погибает. И нет Аегиса, самое главное. Погибает Кентавр. Нет Аегиса, и теперь нужно догонять СФа и просто его убивать за комбинацию прямо сейчас. Вот так вот, Брюмастер, СФ пытается засейвить, здесь же дерево, ультимейт, СФ на развороте, с одного удара убил, спрятал его Шедоу Демон, не знаю, надо было или нет, продолжает СФ драться, как больно, СФ по мерок лута. СФ по панде, панда, 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 БКБ нету, и там пиво, панда, нет, не уходит отсюда панда, и все-таки СФ здесь надавал по щам. СФ демиджа внес много, выкупился у нас там кто-то, выкупился оперейшн. Морф улетел на репликейте вообще вниз, и это просто сигнал для того, что стоит и забирать базу. Удивительно то, что у нас СФ ушел с верхнего лайна, который вот сейчас у нас питает вивер и тренд протектор. Ну, в конце концов, есть же вивер, который тоже должен заносить эмошь. Да, но СФ просто уничтожил этот лайн, потому что, посмотри, морфлинг идет, морфлинг все еще находится очень далеко, у морфлинга нет хп, и вивер у нас начинает пинать бараки, бьет он бараки правильные. Да, хорошо. Рома был бы рад, но в итоге в бараке-то он не убивает, и сейчас СФ должен, СФ забивает на линию и бежит, собственно, к своим тиммейтам, у него 3200. А вот я еще добавлю, Миракл в драке манту вообще не завязал, он 6 секунд стоял в ультимейте трента, не, даже 4 секунды, и вообще не сделал ни одного удара. Зачем покупал, не ясно. Да, не, а зачем покупал, он потом улетел сюда вниз и сделал тут иллюзию, у которых осталось по 200 хп. Ну, просто, знаешь, такие, о, умеет артефакт один есть. Да, кстати, два БКБ параллельно появляются, у Элдер Титана и у Вивера. Ну, Виверу, понятное дело, будет пополезнее. Элдер Титана, в принципе, что с БКБ, что без, все равно надо получать от СФ, который бьет с руки. Да, и что мы с тобой видим? Если бы Минески зашли буквально на минуту раньше, когда Айгис был, ой, если бы они зашли на минуту раньше, они бы реально просто несли сторону, потому что СФ нарезает, но очень плотно, а сейчас, сейчас у нас Айгиса нет, и Рошан еще не очень скоро. Да. Да и на Рошане гораздо тяжело. Ну, и купил Айвскаде, также Меракль, 20 левел у него, есть Трелл Блейд, есть Айвскаде, есть Линка, есть Мека и ПТ, и вот он Смок от Скайз. Скайз идут в атаку, видят дерево, дерево Блинкаут. Дерево просто тащит катку. Чудесно. И тут же Блинкаут дальше отсюда делает также Гитавр. А на топ побежали пацаны бэкдорить бараки. Ну, не бараки, а линию толкать, по-серьезному толкать линию, заставлять ТПшиться куда-то Скайз, с ней фармить, а стоять на базе ждать. Вивер уже здесь, СФ тоже, СФ не знает, зачем сюда пришел, лучше бы тут был бы один Вивер, СФ только слишком много внимания сейчас агрит эту линию. Только время, да, забирают у Вивера, ну, только фарм его, потому что у Вивера у нас пока что только 3 слота, а у СФ фактически 5. Остался последний артефакт, вот, ну, в данной ситуации, и тут уже нужно МКБ, потому что бабочка Морфа, она не за горами, и нужно такое дело пресекать. Тут у нас Морф идет по низу, начинает давить лайн, понимает, что нужно успеть хоть как-то развестить. Тут у нас стоит Элдер Титан, ой-ой-ой, слушай, тут иллюзия СФ, и сейчас будут, по-моему, просто нарезать. Так, ну вот, есть Слип, но надо продолжать бить Виверу, ульт залетает сюда по Рейшна, Бримастер ничего сделал, сторона упала, надо лететь на базу, дефить. На базе здесь Морф, Морф тоже уничтожает Т3, Токентавр, стан по Морфу, и все. Тут гонится за СФ, начинает его контролировать, поднимает Шадоу Демона, очень больно Шадоу Демона, летит ульт Элдер Титана, но мимо гонится за Шадоу Демоном, всей командой на бедного. Шадоу Демона, Шадоу Демона бросились. Да, снизу тебе времени Морф забрал Бараки. Просто в соло, ничего не делай, минус Барак. Да, и ты ему на самом деле многого не сделаешь, да, потому что... Ну да, надо Кентавр, СФ, вся толпа, чтобы прыгала и как-то убивала, но... И это дождались наши Минески в своей казни, потому что Морф у нас имеет 2000 сверху, и он будет такие дела продолжать, а СФ у нас, мягко говоря, сильнее не станет. Он покупает. Боже мой, что он покупает, посмотри. Я не понял, что он купил. Он покупает Хекс. Ага. Ага. А сужая, это прикольно, кстати. Не, это прикольно, я согласен, можно еще какой-нибудь рефрешер купить, тогда уже все, вместо бабочки и чего-то еще и просто быть кастером. Ну, потому что, да, это здорово, но... Это... Опять-таки, мы возвращаемся к тому вопросу, что некому собирать, но кто-то же должен. Да, да, кто-то должен, но я на НСФ. Нужно Тренту собрать, Шаду Демну, Кентауру. пока не собирает 5000, там ты что? Да, но просто это на самом деле полный провал Хекс на СФ, потому что сейчас, ну, нету ДПС вообще тут, забирает Рошана, но он мучает, Ликот Кентауру дает, прыгает он на Рошана, все уходят, Элдерти там ВКБ, врывается СФ, очень больно у нас Рубику, и... Дерево хорошо ультануло, кстати, Рошан, Рошан, Рошан все-таки упал, Аегис, кто подобрал? Аегис украли, хорошо, так, и пошел Джей воевать, очень серьезно, бьет сейчас Панду, ух ты, какой критуля, Меракл, Меракл, ПВП, Меракл, Мансует, Меракл, Форстап, ну и тут Меракла сейчас будет месить всей командой, конечно, есть у него вейв-аут, в итоге Аегис, он таки украл, Рошана забрали Минески, а Меракл забрал себе, Аегис, ну и он сейчас в дефис с Апарэйшеном, СФ как был фуловый, таки остался, Меракл, очень далеко находятся у нас все крипы, и тут забирать очень идет, тут Меракл играет с огнем, ты посмотри, какой он агрессивный, слушай, ничего себе, он настолько наглый, ну просто вот реально, быки, быки, и он сейчас вот этим действием, я хочу сказать, что он как бы только себе в минус сделал, потому что, посмотри, он идет с базы, у него очень мало ХП, а ребята-то уже у бараков, и они сейчас, и пока он на регене, ну Глиф придется прожимать, Глиф есть, вот забежал Рубик, смотри, Меракл не фуловый, пошел и влетает, не фуловый, бьет, так как больно, минус вивер, гем валяется, гем забрали, Меракл танкует, СФ бежать, СФ оттолкают, минус 25 армора на СФ, ты себе представь, минус 25, откуда это, ну от Иллюзии Алдопитана, это Слардары и прочие герои, они просто отдыхают, вот при таком раскладе, то есть это сколько у него сейчас, 60 процентов, ну почти в три раза больнее ты берешь, получается, беда, но мы видим, что заставили ретироваться команду, Минески и Морф становится уже какой-то мега машиной, ну по сравнению с такими вот артефактами, да, если у нас у СФа три, я уже даже не буду говорить про его артефакты, то если мы глянем на Морфа, то у него просто все шикарно, осталось себе взять бабочку, последним артефактом, и пробить тебя будет нереально, ну вообще никак, и после бабочки еще добавить МКБ, чтобы убивать СФ, и он просто его там, на британский флаг, ПВП или засал, не, ну тогда да, но просто если туда еще добавлять бабочку, ну, в принципе да, без бабочки-то никуда, А СФу уж в принципе ничего не надо, у Морфа 600 урона, вот смотри, посмотри на его атаку спид, фантастика, 301 плюс 313, и еще Элдер Титана Иллюзия, сейчас КАЛТ разорвет, давайте подеремся, ребят, давай, ШД, давай, ты первый, ШД не хочет, там что-то рисует у нас, Панда, А Морф идет дальше, давайте подеремся, ребят, кто, кто первый, СССР, Дерево Уль, Кентавр, Миракл, Прокляли, будет ли прятать, да, конечно, как все просто, да, для него, снес Т3, снес Т2, почти снес Т3, 50 САП осталось, ну дерево выхилит, конечно, в СОЛО, да, ничего не делая, все остальные бегали, где-то на карте фармили, команда вся, да, СФ, который у нас хиксует, теперь он понимает один момент, у него нету ТП, и у него ПТ, и ему нужен Тревел Бутс, но если он продажит, в ПВ, ну, ему уже хватит, если продаст Тревел Бутс, у него хватит, но у него будет еще меньше дэмэдж, то есть фактически у него на дэмэдж одна бабочка из адекватных артефактов, и при этом ему нужно будет бегать за морфом, нормально, нормально у нас вот каточка пошла, а Скайзэ понимает, что ситуация работает на их сторону, они понимают, что, в общем-то, все их герои фармят, то есть если мы глянем на общую ценность, то и Панда, и Элдер Титан начинают поднимать свои айтемы, а вот суппорты команды Минески, у них с этим сложновато, потому что, увы, но им очень тяжело свой фарм без ауенюков забирать. Ну и плюс там уже действительно забирает все себе СФ, у которого и так уже 6 слотов, да? Да, и который, ну в принципе, даже если что-то продаст, то зачем? Ну окей, новое БКБ собрать, да, потому что это 6-секундное, и прожать где-то там в лесу, на репликей. А Вивер у нас снизу стоит, он понимает, что он этого морфа не остановит, также он понимает то, что у СФа нету телепорта, и СФ у нас стоит на центре, он вообще в тузлу пил, подходит морфа и подходит, начинает бить Вивера, очень больно Вивера, начинает бить Барак, очень больно Бараку, забирается Барак на равном месте, убивает шалду демона, и улетает. Браво. Меракл, вопросы вообще есть к нему, по-моему нету никаких, и это фантастическая вообще от него игра, тут Энчетов команда фармит, что-то там на топе, кто-то был в миде, кто-то тусуется, Меракл просто зашел на базу сначала, там снес Т2, Т3, потом сюда зашел опять снес Т3, донес Барак. Да, этот парень шарит что-то. Это Меракл. В этой катке. Ну и действительно, 15 тысяч преимущества было, да и до сих пор, в принципе, остается 15, но эти 15 уже выглядят очень-очень слабеньким преимуществом. Я бы даже это преимущество не назвал, когда я смотрю на Скайде, Линку и Хексу у СФ, то есть это такое себе преимущество, учитывая, что Морфлинг у нас в любой момент может собрать БКБ, ему будет вообще фиолетово на все эти артефакты. А если мы посмотрим на героев, артефактов, ну убивать его кроме СФа вообще некого. То есть у Вивера у нас один дизолятор и все. И 1700 хп. Ну и видели с тобой, что с ним происходит, да? За 2 секунды он почти умирает. Так нельзя. Так, 46 минут игры уже прошло-то, тем временем. И вот в атаку идут Скайз. Бьет Марфа, очень больно бьет Марфа, но дэмиджи мало. Морф спасает, рывается панда, начинается драка. СФ бьет одну, вторую, третью. Очень много контроля. У СФ ружает БКБ и сейчас панда умрет. Дает минус панда, и надо гнать дальше, надо гнать дальше. Тут улетает отсюда Элдер Тайта, но в итоге минус панда и все красные. СФ. СФ может хекс получить. Интересно. Интересно делает. Вот это вот очень рискует он, вот нереально рискует. Там, ну, линка, конечно, круто, но могли просто в секунде дать что-то, чем сбить, дать хекс, и было бы ГГВ. Я вот прошу обратить твое внимание, что вот саппорты, команды Минески, они даже не планируют собирать хексы. Они думают, зачем они нужны? У нас СФ с хексой бегает. Все нормально. Пакуем там аганимы, какие-то форстафы, ну, и прочее, прочее, и живем. Тут у нас морф, кстати, снизу пушит. У него сейчас пропал Аегис, у него, кстати, вот ему регенит, регенит. Ну, а что он там запушит? Ну, в мид он не зайдет. Ему надо будет сейчас лететь, если зайдут на хайграунд ребята из Минески, если СФ будет быстрее думать. А Парешин покупает аганим. СФ без ТП. СФ вот только сейчас. У него, ему летят 3 вела. Вот они. Да, СФ летят 3, но смотри, морф, он сейчас базу побьет. Выходит он на базу, чувствует себя хорошо. Но Т3 не так просто. Разводить, разводить, как больно Кентавру. Начинает нападать на Мереклу, начинает его фуксить, дает ему хекс, соло кетчер. Очень больно Мереклу, Мерекл умирает. Вот, все просто. По сути, самое главное сбить линку и дать хекс. Мы видим, что демиджа хватает у СФ. Да, его не так, как у морфа, но демиджа хватает. Даже, ну, у одного может нет, но под соло кетчером там действительно еще и стан был кентаврой, добыл эдж, так что, ну, справляется, справляется Мерекл с морфом. 22,31, 74 секунды, не будет морфа. Ну, и у морфа там 6 тысяч денег. Очень нравится, как покупается у нас панда. Панда как раз покупает то, что надо, она покупает хекс, понимая, что единственный вот жесткий герой, это СФ, у которого БКБ только 5 секунд. Если СФ у нас получит хекс, то фактически драка выиграна в этом замесе. Да, потому что СФ в хексе там изничтожается буквально за полсекунды. И это всем понятно, но мы видим, что идут в атаку максимально быстро. Не знают они, что есть у морфа БКБ, а у морфа там вообще, точнее, морфа из байбека, а у морфа вообще там 6 тысяч на руках. То есть, тут такая ситуация и пока не разводят. Оставляют под этим базе, сбивают линьку виверу, воруют у него су-гучи. Вообще лучше, ну, лучше, наверное, что можно собрать, кроме ультимейта. И опять они чего-то ждут, Минески. Ну, хотя бы разведите на байбек, пожалуйста. Да, вот поздно уже, 22 секунды осталось, там уже глифом можно будет просто дождаться, что он, глиф есть. И вот просто туда СФ должен заходить, бить Тавер. Ну, сейчас будет глиф. СФ в слипе, и спит вообще вся тут честная компаха. Кентавр прыгнул, стан неточный, СФ подняли, ну, бейте что-то Тавер, убили Тавер, бараки бить будем. Ну, вот СФ миссует, вивер бьет бараки, есть глиф, вивер БКБ, продолжает бить бараки, спрятали СФ, от ИВ делюль, тут панда, СФ, СФ дерется, СФ бьется с пандами, СФ пока не отъедается особо, но панд надо подобивать, СФ много демджа в пили, здесь же экспритом врывается, экспритом тоже можно бить, СФ по-прежнему очень-очень много демджа в пили, он сейчас погибнет, скорее всего, СФ погибает, взрывается очень сильно, ну, и 2 в 2, точнее, 3 в 2, потому что вивер тоже погиб, вивер байбек. Гонится Морфлик дальше за шаду демона, он находит шаду демона, замедляет его, начинает пинать, очень больно. Минус Элдер Титан. Как? Ну, он дотикал, на нем проклятия висели, и он дотикал, что демон его там проклинал, проклинал, проклинал. 25-17, минус СФ, минус вивер, драка была хорошая, и вот сейчас надо продолжать, вот он вивер, и он продолжает, пока СФ далеко, вивер, вот он, СФ тоже недалеко, извините, СФ уже здесь. У СФ есть БКБ, но он сейчас очень рискует, его начинает нарезать Морфлинг, очень больно СФу, его тут Морфлинг уже не отпустит, начинает пинать, врывается Кентавра, блестящий стан по двоим, гонится, дальше нужно цеплять Кентавра. Вот это да, ты смотри, Кентавр здесь забожил, и тем временем вивер, нас пушат верхний лайн, то есть для Минески, на самом деле, не все еще потеряно. Ну, у Минески все очень даже хорошо, они снесли вторую сторону, у них остался только низ, и вот сейчас надо как-то правильно отыграть, чтобы снести еще и нижний лайн. Если бы Морфлинг, вот купил бы себе хоть какой-то артефакт, он бы эту драку выиграл, наверное, раза в два, то есть купи ты себе либо МКБ, либо бабочку, купи ты себе хоть что-то на ДПС, потому что бегать с 5 кусками на руках, так нельзя. Вот минимаганим уже приобретает, здесь Шадоу Демон, вообще с жиру бесится, суппорт Минески. Сатаник, то есть представь себе, у него 5500 на руках, и еще у него в куре еще 3000 лежат. Парень такой, скоро будет покупать. Обогнал, кстати, на 100 голды по Нетворсу уже СФ, а он у СФ Хекс, как вы все знаете, и у СФ 4-секундная БКБ, прям как у Морфа, БКБ нету, и не будет. Вот Марфу сейчас прилетит что-то другое. Сатаник летит Марфу. Вот он. Ну, теперь Меракла еще тяжелее убивать. По-моему, Меракла теперь вообще хрен, ну, хрен можно забрать под этим Сатаником. Да. Но вот у ребят из Минески есть огромный плюс, потому что нету двух сторон, у врага у них нет одной стороны, то есть, ну, правда, разные стороны снесены, поэтому надо постоянно обращать внимание на нижнюю линию и ее отпушивать, чем и занимается, собственно, в данный конкретный момент товарищ Вивер. Использует Смок, и тут наверх, делаю ставку на то, что Меракл у нас очень наглый, а Меракл наглый, у нас Кентавр вид, Меракл нужно попадать. Но если с Кентавром и деревом, они убьют. Стан, вот так вот, вот так вот, кекс, и Меракла, Меракла, Меракла надо добить, Меракл каким-то образом выживает, Меракл улетает отсюда, ну, Брюмастера тогда надо месить, Брюмастер здесь едва живой, и вот она, земляная панда погибает, но там ушла у нас воздушная панда, ну, шторм, то есть панда, да, вот он побежал, 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 говорит, слава богу, вот он и артефакт, один артефакт, сейчас спас жизнь Марфу, вот, всегда бы так, тут у нас уже Меракл начинает захиливаться себя фласками на фонтане, вот такая фишечка, ну, это такое, это бы быстрее, что времени действительно нету, ну, и на этот раз Кентавр тоже все правильно делал, все правильно делали и СФ и остальные, ну, вот попробуй здесь уже убей, опять-таки, нужно МКБ, МКБ у Вивера появится, но появится через, 600 голды только, нужно новое БКБ СФ, у которого 4 секунды, есть деньги, потому что, сейчас все в его руках, ну, он не хочет сейчас, наверное, покупать, но что все-таки, если он приобретет сейчас, новый БКБ, то у него не будет денег на байбэк, а деньги на байбэк, вот опять-таки Меракл, так, с СФом, ПВП, здесь же Вивер, тут толпа, Кентавр опять на Меракл, опять его бьют своей командой, но нет, решили убить все-таки Рубика, Рубик, Меракл, Меракл спрятал, Шадоу Демон, зачем, зачем ты его спрятал, друг, брат Борщ, дерево ультует, Шадоу Демон, боже, это Фейспалм, они бы его добивали здесь, в итоге убили Рубика, Морф спасается, потратили кучу всего, и в итоге более-менее, на самом деле, ульта Трент Протектора, она сейчас будет откатываться, у нас появляется Рошан, и Рошану на 100% заберут Минески, без Ультимейта Лдор Титана здесь сложновато, ну а кому здесь Аэгис-то? Ну, Кентавра, наверняка, все-таки он, как-никак, у нас смотри, 2000 хп, имеется жир, имеет пайп, ну еще 1000 сверху, ну да, тут и сыр, и Аэгис будет, Медиморф сюда даже не идет, вивер, о, вивер, вивер для Аэгиса, действительно, сыр можно, наверное, на Кентавру, ультопарейшна залетает, окей, Аэгис забирает СФ, а что он выложил? А что он выложил, или что он продал? ПТ, Аркантапки, Тревела, 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 Аркантапки, блин, продал Тревела, теперь он будет медленно ходить, но зато дольше жить, смотрите, какой он медленный, теперь если Морфлинг это увидит, он вообще может на него положить, и дальше себе, ходить себе по драке, да и все, но это, кстати, ОЛИН, он сейчас пойдет, на этом, вот когда вот так вот он улыннет, я бы еще на его месте продал ОЛИНКУ, и купил бы себе РАПИРУ, потому что сейчас он идет без выхода назад, если он умрет, то обратно он уже вряд ли вернется, да, я имею в виду через Тревела, потому что это будет слишком дорого, и слишком тупо сначала их купить, а потом продать, уж лучше было бы ВИВЕРУ, А я думал, что он их в КУРУ выложил, но нет, он действительно их продал, да, СФ, купи РАПИРУ, будь мужчиной, СФ, я в тебя верю, давай, 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 просто или иди хотя бы, ты все равно смеешься, что он будет так по карте ходить без Тревел Буцов, БКБ, да, уже продавай, черт с ним, нет, БКБ не продаст, говорит, оставлю себе, сейчас лучше новое соберу, и будет у меня два БКБ, смотри, он несет Тревела, он походу их не продал, а просто их выкинул, и выложил, и вот теперь он красава, он наконец-то кинул этот юзлис артефакт, который, по-моему, ему вообще ничего не дал в этой игре, и его нужно продать, обязательно продать, продать и купить РАПИРУ, да, или что угодно, ну, хоть что-то, блин, на дэмэдж, потому что, ты видел, как Морф живет под фокусом Пятерых Героев, это ненормально, Морф должен умирать под фокусом СФ и Вивера, но, ну, и опять Линку принес себе, повесил на себя, выложил обятна в курицу, и пошел на линию, а теперь нормально, то есть, вот, это вот уже по-артизи, артизи так делал с Монтостайлом и с Некрами, когда играл восьмислотовой Нагой, вы помните, финал Старладера американского против Ликвид, это было весело, но курица эта должна просто постоянно летать, вкладывать в него Линку, вешать, и вверх находит тусовку, рвается кентавр, так, и далеко, далеко, все кентавры бьют, дерево ультует, Меркел отсюда улетел, спрятали там, я так понимаю, самого кентавра, чтобы он жил, тут же артизиный ультимейт от Элдер Тайтона, ну ее тут просто месят, месят же, а вот первый раз его убили, вивер проседает, сейчас еще раз СФ здесь развалят, БКБ 4 секунды, ультанул, конечно, а вот дальше что, а дальше ПВП, а дальше ПВП, а ПВП, боже, что вообще происходит, просто замес у нас дракон, СФ идет, пешком идет, и до свидания, СФ, Морф тоже, до свидания, Вивер остается, Брюмастера бьют, остается Вивер, Апарэйшн тоже погиб, Вивер наносит очень много урона, у нас гонятся за пандой, это размен, ну, убили Ускайз, изгонят четверых, остается одна панда, забирать панду давай, тащи, хорошо, СФ байбэк, и у кого есть байбэк и здесь, есть, ни у кого, нет, только у Морфа, Морф против четверых, драка была просто феноменальная, там на одном квадратном сантиметре, месилось 10 человек, юзали все-все, я бы бил Т4, я бы не парился про третью линию, вот так вот, абсолютно верное, по-моему, решение, нет, неверное, считает Джей, и бьет третью линию, Глиф есть, вот он Морф, сбивает Линку, тут же БКБ, так, вот это Джей ошибку делает, что он не обращает внимания на Морфа, это огромная ошибка, потому что, если у него нет байбэка, и Морф у нас видит, видит Шадо Демона слева, видит, что скоро, очень скоро появится аппарат, тут тем временем, просто огромная армия крипов у нас убивает Тауэр, ну и пока, пока вот небольшой плюс за Скайз, тут у нас, они успевают отбиться, тут у нас подходит Минески, начинает пинать Тауэр, нужно, есть Морф, Морф у Нажны вообще стоит, не хрен пойми где, врывается на Вивера, Вивера очень больно, и Вивер умирает, умирает Вивер, байбэка, по-моему, нету. Да, байбэк у Вивера есть, байбэк у Вивера есть, то есть он может его спокойно сделать сейчас, у него 4500 денег, и, кстати, он по-прежнему не купил МКБ, у него тупо Демонедж, и, если бы он купил это МКБ 100 лет назад, было бы, конечно, намного лучше пробивать Морфлинга, но он бегает просто с Демонеджем, имея 6000 перед смертью, а почему он это делает, у меня есть два варианта ответа, он экономист, или он экономист, или он просто дебил, то есть, ну, я не знаю, ладно, я шучу, конечно же, но действительно, тут надо было купить МКБ, смотри, иллюзия СФ, бэкдорят барак, какие жесткие, кстати, действительно пробивает этот барак, кстати, они его, на самом деле, смотри, серьезно пробивает этот барак, лололололололол, да ладно, одна осталась, и, и, барак, 140, 100, 80 хп, лол, но он на Ригенице в миде, last chance, last chance от Skies, байбэк сделал вивер, надо побежать сделать, по-моему, этот, СФ на топе, СФ будет, размин тронами будет, будет размин тронами, так, Shadow Demon спрятался, дерево должно ультовать, Меракл пошел месить Т4, Меракл месит Т4, там умер, ШД, байбек ШД, кентавер стан СФ тем временем несет Т4 здесь на базе СФ успевает быстрее Есть сюда телепорт от кого-то, нет, СФ отходит СФу не надо отходить, тут короче какое-то мясо на базе происходит Бьют Т4 одни и вторые Там на базу прилетел Рубик, Рубик уводит на себя крипов СФ разменивает трон Тут, а тут трон Кто-то хоть бьет, нет, никто не бьет Морфа убили, и это ГГВП СФ доносит трон Морф в таверне 60 минут И 10 минут